Несфункционированная съемка! Это вы уже делаете голосом, а рукой вы формируете тон марка. То есть, если вы его нейтрально взяли... Ну что, ребят, всем привет! Вот и прибыли мы на высадку Хорты рыболовцы на Руси. Посмотрим, что будет. Смотрите! Тоже новинка. Получается плавающие. Легкие очень. Чучела мягкие. Но в прошлом году я их не видел на выставке. Есть у них манки еще. Пойдемте посмотрим. Вот так закрутил снизу и сделал цепь. Вот так закрутил снизу и сделал цепь. А за счет 15 флаг. Пена? Пена. Вот так закрутил снизу. Вот так вот. Вот здесь. Да просто посмотрите. Подевайте ее и прикручивайте. Либо она скручивается и гибайте. Это получается американские штук? Да, это американские. Американские и российские? Сколько штук это такое? Шесть штук. В конфликте 400. Какое именно? В усилении меняется тональность манка. И дальше вы голосом можете выбирать разные команды. Призывные, кормовые. Это вы уже делаете голосом. А рукой вы формируете тон манка. То есть, если вы его неправильно взяли, и он как-то так пищит. Дальше вы работать с манком уже не сможете, скорее всего. То есть, я его закрываю так, чтобы с усилением выдоха появлялся перелив. То есть, этого я добиваюсь именно положением манка в руке. А дальше выдыхаете. Техник выдоха разных много. Выбирайте, что вам удобнее. Я дышу, как будто кашляю. То есть, выдохи такие, как будто от кашля. Сейчас повторяю звук, как будто говорю слово. Вот, вот, вот. То есть, достаточно простой сигнал. Правильно взять и работать уже дыханием. Так что, вам успехов нахуй. Хорошего вам. Никакия, вражеский. Иваныч, вражеский так есть. Вот так и запишу. Я с ребятами с кашлями общаюсь, а ты здесь снимаешь. Давай, давай. Нет, нет, нет. Это функционированная съемка. Иди, пожалуйста, и администрацию. Это акрилы американские. Это как бы своя конструкция, своя разработка. И звук свой. Это вот последняя модификация манка. Сборка-разборка осуществляется. Мы тут разозартились. Десяток близко не видели никогда. Стреляли, стреляли, они падали. Можно собрать, да? Смотрите, вот здесь вот есть крючка такая. Собрали, щипать-то его разделывали. День поохотились. Два дня потом разделывали. Еще раз, сколько лет. Вот это, как бы, результат. Я не могу за вас сделать. Вот так, в центре. То есть, мы вставляем. Тростые штуки получаются очень быстро. Смотрите, по упору это малка. По упору его так поворачивали. Сильно, не надо через меру. Потому что прорануть мою. По-спаси. По-русски, это по-русски. Биджета. Вот он как. На одном манке. Прогресс идет очень. Можно. Отром для звука. На одном манке масса вариантов звуков, в том числе и голосом высока, и голосом засуги. И причем сохраняются все настройки. Можно ослабить, подвигать как угодно, пробочку выдвинуть, например, рючок до упора, тоналка до упора, пробочка не до конца. Заклинивание происходит поворотом. А, поворотом. Это уже сделано для тех, кто имеет управляемый лугов постоянный. Ну, кто умеет работать, да? Да, кто умеет работать, но для обслуживания людям, вот любые манки возьмете, их чуть разобрал, и все, звук не поймать человеку. Или посылай производителю, или ищи кого-то, кто может. А все же хотят авторскую. А здесь авторская настройка просто. Причем вот, можно взять, вот разобрать. Язычок перевернуть к другой стороне. И ничего не поменяется. А сейчас смотрите поменяться. Я не буду забегать вперед. Говорите, что я не могу. Вот собираем до упора, и еще один упор, пробочка туда. Ну, я как бы забегал, сейчас забегал. В одном случае просто отработка язычка мягче будет, а другом звук ярче. Ну, реже. Мага пошел. Чуденько. Чуденько. Мага. Это флакинка. Ни один манок в мире этих манок не имеет. Это вот, Кусина. Аудина у вас есть? Есть, да. Пусть не делаешь его часто. Если делаешь, это тоже возбуждение. Умереть это. Умереть это. Я не знаю, где подверг. Да, да. Это уже манные звуки простые. Вот это все басни про громкие, тихие мальчишки. Я на этом могу сыграть быстро. Там все зависит от подачи. Это у вас. Это у вас. Сумочки достали. Раскрыли кольцо, а все он точно так же работает. Он фиксируется, чтобы не свалился. Чтобы не крутился. А иногда, допустим, он наоборот, если по ветру как-то двигается. У него вот будет ветер дуть, он будет вот так шевелиться. А, тихонько. Да, движение у него есть. Небольшой ветер, сразу начнет это все у него. А вот эти, я смотрю, сами прути, они как бы пластиковые получатся? Да, прути стеклопластики. Да, то есть его сломать. А в сильный мороз, допустим? Стеклопластик от мороза будет. Карбон лопается сразу. Стеклопластик нет. А так это получается просто к вашему же чучелу крепится? Да, это к нашему чучелу. Но можно к любым другим поставить. Вообще наставить достаточно 2-3 штуки. Больше не надо. На подлете они ставятся. Все. Все это подмоливает. И не бликует материал получается ничего. Конечно. Белая из такой же ткани не прикрует, не покрывается и не гниет. Можно оставить на ночь? Оставляйте на ночь смело. Ничего не надо. Протирать, закрывать. Вот такая вот вещь интересная. Казарочка. Ну да, и казарки. Это больше для Севера. Хотя мы в прошлом году в Подмосковье взяли Белощоку-Казарку. Мне друзья фотографии из Казахстана прислали. Но она шла вместе с Таей Белолобово. И выпало 4 Белолобово и 5-я была казарка. Это был шок для нас. Ну вот друг прислал тоже. Я в шоке. Казарка. Стреляли вечером. И когда уже уходил из Севера. Хорошая штука. Такие вот есть скратки. Получается они в такой фигне лежат. Открываются. Вот и побывали мы на выставке охоты рыболовства на Руси. Скажу сразу. Выставка меня не очень так. По сравнению с предыдущими годами. В прошлые годы было интереснее намного. Но кое-какие новинки я для вас заснял. Чучела. Манки. Так что смотрите. Не забывайте подписаться на канал.